Владислав Стрюльчик родился в Петрограде. Его отец Игнатий Петрович, выходец из Польши, Польск, Игнасис Трякзик, поселился в Петербурге в начале 20 века. В 1938 году Владислав был принят в студию при Большом драматическом театре М. Горького и в том же году стал актером БДТ. С 1992 года имени Г. Товстоногова, в котором проработал всю жизнь, окончить студию удалось лишь в 1947 году. Когда началась Великая Отечественная война, Владислав Стрюльчик был призван в армию, служил в пехоте, был на передовой, участвовал в различных армейских ансамблях. Среди лучших ролей, сыгранных на сцене Большого драматического, Цыганов, Варварах, М. Горького, Кулыгин, Трех сестрах, А. П. Чехова, Грегори Соломон в Цене, Артура Миллера, Адриан Фомич в спектакле, Три мешка сорной пшеницы, по повести в Цендряково, комическая роль князя Вана Понтяшвили в Хануми, А. Цагорели, Барни Кэшмен в спектакле, Последние полки влюбленной, По пьесе Н. Саймона, в кино Владислав Стрюльчик дебютировал в 1940 году в эпизодической роли в фильме «Машенька», занимался педагогической деятельностью, в 1959-1968 году преподавал в Ленинградском институте театра, музыке и кинематографа, с 1966-го, в Ленинградском институте культуры, с 1970-го года. На кафедре музыкальной режиссуры, в 1986-1991 году. Член правления, с октября 1991 года. Секретарь правления Союза театральных деятелей РСФСР. Владислав Стрюльчик умер 11 сентября 1995 года после долгой борьбы с опухолью мозга. Похоронен в Санкт-Петербурге и на литераторских мостках Волковского кладбища. Надгробие, скульптор М. Т. Литовченко, архитектор Т. П. Садовский. Создано в 1996 году. Субтитры создавал DimaTorzok